Здравствуйте, дорогие друзья! Я вновь очень рад выйти в эфир и представить вам информационный блог от Славянской Церкви 27-го дня здесь, в городе Сакраменто. Как всегда, несколько слов о предстоящей субботе, ну и планах жизни и служений нашей общины. В эту субботу, по Божьей милости, будет проповедовать пастор Александр Ханчевский. Пожалуйста, молитесь за него особенным образом, так как он всю эту неделю болел, но уже идет на поправку, и очень надеемся, что в субботу он будет в строю. Поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Бог особенным образом извил свое благословение на нас через его служение. Хочу также напомнить, что в эту субботу вечером в 5 часов состоится первая встреча семейного отдела нашей Церкви. И на эту встречу мы приглашаем семьи, которые прожили вместе от нуля до 5 лет, 5 лет включительно. Как я уже говорил раньше, вас ждет интересное общение, затяжка чая, возможность услышать опыты других людей и поделиться своими опытами о семейной жизни. Мы проведем небольшой семинар. Это будет встреча наполнена приятным общением, новыми знакомствами. И я уверен, что она принесет много пользы каждому, кто будет на ней присутствовать. Еще раз повторюсь, мы ждем все семьи, которые прожили вместе от нуля до 5 лет. А в следующую субботу, 24 февраля, такая же встреча будет для семей, которые прожили вместе 6-10 лет. Встречи будут проходить в малом зале. Не пропустите вашу встречу. 28 февраля в 7 часов вечера, это будет среда, на базе нашей общины начинает свою работу Центр Социальной и Духовной Поддержки Сфера. Я уже говорил об этом служении, правда мы называли его клубом, но решили, что это будет скорее всего Центр. Мы говорили о том, что цель работы этого Центра будет направлена на духовную и социальную поддержку. В плане социальной поддержки мы будем приглашать сюда специалистов из разного рода. И психологов семейных, и людей, которые помогут нам понять, как можно лучше строить кредитную историю, как открыть счеты в банке. Людей, которые работают в социальной сфере и подскажут нам, как можно оформить SSI, Welfare и разные другие программы, которые предлагает государство здесь, на нашей территории. Также мы будем приглашать врачей, которые подскажут нам, как можно оформить медицинскую страховку. Будем приглашать людей, которые помогут нам разобраться в том, как можно снять в рынке жилье или как можно приобрести жилье на территории Соединенных Штатов Америки. Много разных вопросов будут подниматься на этих встречах, и я уверен, что они будут полезны как для тех, кто недавно приехал в Соединенные Штаты Америки, так и для тех, кто уже давно живет на этой территории. Так что, друзья, ждем вас и обязательно приглашайте ваших друзей и знакомых на эти встречи. Так как они будут проходить по средам, то все те, кто придет сюда с детьми от 6 до 15 лет, смогут оставить их в клубе Искателей Приключений или в клубе Следопыт. Так что, еще раз ждем вас, приглашайте ваших друзей и знакомых. Первая встреча будет 28 февраля в 7 часов вечера. Также напоминаю, что всю эту неделю мы особенным образом молимся за военные конфликты на Ближнем Востоке и в Украине. Нам очень жаль тех людей, которые страдают на этих территориях, которые теряют родных и близких, теряют свое жилье и постоянно находятся в страхе. Наша община, в частности, особенным образом будет молиться и совершать пост в эту пятницу. Поэтому я приглашаю всех вас присоединиться к этому посту и молитве. Также хочу сказать, что 2 марта после утреннего служения, это в первую очередь касается всех членов славянской общины, у нас будет членское собрание. Нам нужно будет утвердить кандидатуры в помощники казначея нашей церкви, обсудить проект внешней реконструкции нашего молитвенного дома, утвердить использование годовых пожертвований, а также будет представлен вопрос Сергея Новымова. Поэтому, пожалуйста, спланируйте таким образом ваше время, чтобы в эту субботу вы были вместе с нами. Особенно это касается членов нашей общины. Ну, а теперь молитвенный блок. Я хочу напомнить, что мы и дальше продолжаем молиться за нашу сестру Ларису Подоляка, за лечение Сонечки. Конечно же, мы продолжаем молиться за военные конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. И, как я уже сказал, особенно мы будем об этом молиться в пятницу. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 17, 2 и 3 стихи. Пускай эти слова будут поддержкой для каждого из нас в любых жизненных обстоятельствах. Желаю вам всего самого наилучшего. До встречи на наших служениях уже в эту субботу, тут, в Доме молитвы или же в прямом эфире.